ПОПКОРН БУКС ПОПКОРН БУКС Тащит ее за собой, как знамя. Глядите, мол, вот я какой, обычный русский мужик. Киваю слегка, ровно настолько, чтобы не переборщить с приязнью. Ему хватает. Хищные зубы скалятся, чашка кренится, и кофе льется Зуеву на колени. Элитная шерсть впитывает коричневую жижу неохотно. Зуев чертыхается, подскакивает, ищет салфетку. Я сижу. Мне кофе не предложили. Сразу налили шампанского. Не спрашивая, чего я, собственно, хочу. Воды и сэндвич с курицей, пожалуйста. А еще свалить отсюда как можно быстрее. Я обещал Катюше, что буду не позже четырех. Так нет же. Сучили бокал. Мишенька, это который по счету тираж-то? Подслеповато щурится Анна Михайловна местный реликтовый вид литературной мыши, пока Зуев бежит сушиться в туалет. Седьмой. Говорить это куда приятнее, чем я думал, но всякая радость иссякает, если придавить ее гранитной плитой последующих обязательств. Седьмой. Божечки. Вы слышали, коллеги? Седьмой. Коллеги отрывают воспаленные взгляды от экранов, вяло хлопают, утыкаются обратно. Благодарить их можно так же уныло. Можно вообще не благодарить. Но ко мне уже приближается редакторская милочка с лицом, вырисованным настолько тщательно, что и Катюша моя сошла бы за красавицу под таким-то слоем штукатурки. Уровень абсурда настолько велик, что я забываюсь и совершаю роковой промах. Я улыбаюсь. Не милочки, конечно. Короткая юбка на полноватых бедрах, кофточка с катушками на локтях, волосы. Давно пора резать под самые уши. Все равно висят патлами. Че мне и улыбаться. Но милочка расплывается в ответном восхищении, краснеет пятнами, смотрит масляно. «Михаэль, здравствуйте!» Ненавижу. Кто бы знал, как я все это ненавижу. Этих девочек. Их глазки-пуговки, влажные ладошки, нежные пальчики, блестящий под слоем пудры носик с крошечными порами, забитыми потом и пылью. Но больше всего я не выношу того, как они ко мне обращаются. Глубокий вдох, чтобы грудь приподнялась, натянула свитерок. Потом долгое «ми» на выдохе. И снова вдох, чтобы получилось «ха». А следом бесконечное «э» и финальное «ль». Так, чтобы я увидел, как розовый язычок скручивается за передними зубками, отбеленными до фатальной тонкости эмали. И каждая думает, что делает это особенно чувственно и глубоко. И каждая рассчитывает, что я, услышав такое к себе обращение, рухну на пол прямо к ее ногам, всунутым в потертые туфельки из кожзама. Но мимо. Пол остается без моего бренного тела, а милочки уходят в освояси, прижав к пылкой груди подписанную книжечку на долгую память такой-то барышни от Михаэля, мать его, Шифмана. И карнавалу этому нет ни края, ни конца. «Михаэль», — повторяет милочка, — «я знаю, что вы ищете редактора». Я смотрю поверх ее макушки и почти не слушаю. Дверь мужского туалета распахивается, Зуев вываливается в коридор и шагает по нему неспешно и увесисто. Был бы рядом стакан, вода в нем пошла бы рябью. Но шампанское я уже допил, а бокал тут же подхватили и унесли. Не дай бог устанет рабочая кисть, и золотая антилопа перестанет генерировать контент. Я закончила Шолоховский. Три года работала с переводными авторами, потом уже перешла к русским. «Ни одного нарекания, хорошие продажи, вот, посмотрите!» Щебечет милочка и сует мне какие-то листы, а все кругом смотрят на нас со сдержанным интересом. Я, наконец, понимаю, что ситуация вышла из-под контроля. Милочка совсем раскраснелась, лоб покрывается каплями пота, мне хочется смахнуть его, почувствовать чужой стыдный жар, соль и горечь публичного унижения. Я стискиваю угол стола, качаю головой, и милочка замолкает. «Кого я ищу?» Стараюсь не сорваться на желчь, но выходит ядовито. Воцаряется тишина. Даже въедливый стук по клавишам замолкает. Только Зуев продолжает топать по коридору. Он уже в дверях, он готов спасти положение, но милочка кашляет и бормочет. Кого? Ну, редактора, агента, я не знаю. Еще чуть, и она заплачет. Мотиватора? Помощника? Друга? Теперь яркая помада на ее, онемевших от страха губах, лишь подчеркивает мертвецкую бледность лица. И вся она, скорее паночка, которая померла, чем та сочная девчина, что шла ко мне вдыхать ми, выдыхать х, тянуть э и перекручивать ль. Нина, идите к себе. Зуев появляется до того, как Нина все-таки начинает плакать. И та срывается с места, только каблучки глухо бьются о пол. А время идет. На другом конце Москвы пробуждается Катюша. Тянет бархатное тельце, скрипит суставчиками, мнет косточки снизу вверх, сверху вниз, продирает залипшие глазки. У меня остается час, максимум полтора, и то, если она решит позавтракать без меня. А если я не успею, видит Бог, если я не успею, начнется такой кардебалет, что лучше мне все-таки успеть. Так кого мы ищем? Спрашиваю я, позволяя утащить себя в стеклянную коробку переговорной open space open space, а звукоизоляцию никто не отменял. Зуев тяжело оседает в кресло. Короткие ноги в промокших брюках скрываются под столом. Теперь он сидит, а я стою. Я оправдываюсь, а он обвиняет. Больше нет кофе, нет шампанского. Даже седьмой тираж, который никак не успеют к ярмарке, вообще не имеет значения. Я знаю, о чем мы будем говорить. Под пупком начинает тоскливо скручиваться, пересыхает рот, я сглатываю, поднимаю глаза. Никакой вины, Миша. Никакого страха. Ты приехал по своей воле. Ты ничего не нарушил. Ни единого пункта ваших многочисленных договоров. Пока еще не нарушил. Ну так и не робей, Шифман ты, или Тетерин, в конце-то концов. Правильно. Здесь ты, Шифман. Вот и не дрейфь. Константин Дмитриевич, что-то вы тут мутите, а я и не в курсе. Сижу я. Со скрежетом отодвигаю соседний стул и опускаюсь на него, не позволяя спине хоть на градус отклониться от прямого угла. А как не мутить, Миша, если тебе рукопись давать через два месяца, а я ее в глаза еще не видел? Сходу наступает Зуев, и я внезапно успокаиваюсь. Вот и сказано. Столько боялся этого. По ночам вскакивал, планы разрабатывал, как бы вывернуться, как бы спастись. От каждого письма потом обливался, на звонки не отвечал. А теперь, когда уже все сказано, то и не страшно. Ну так, я работаю. Дело это, знаете ли, непростое. Врать становится легко и приятно. По эпизоднику меня не пошел, вычеркнул половину, стало пусто, пришлось новые линии продумывать, арку никак не за финалю, представляете? Зуев смотрит тяжело, но не перебивает. А я все плиту и плиту. Опять же, два месяца — это 60 дней, если по тысяче слов за день, то 60 тысяч, и останавливаюсь, потому что больше ерунды уже не придумать. Зуев сдержанно смеется. «Про хвост ты, Мишка!» — говорит он, и я вспоминаю, что мужик, он по сути хороший. Вон как у нас с ним в гору все поперло. Жалко подводить. Жалко подводить. Продолжение следует...